Традиционно, как у нас это бывает во время старта предвыборной избирательной кампании, задача наша привести ее на высоком уровне, организационном прежде всего. Ну, как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил, там, где это возможно. Но при этом, помнить, мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию, для своего народа и должны интересы наших людей быть поставлены во главу угла, а не так, как кто-то хочет там за границей. Мы, прежде всего, должны создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, подготовленные избирательные участки, я так понимаю, везде. Убедительно прошу вас, посмотрите на урны. Если надо, давайте уже какие-то стандартные или по областям стандарт установим и сделаем красивые, нормальные, чтобы не было неприятно, стационарные. Переносные тоже надо, чтобы они хотя бы смотрелись нормально. Не забывайте, что у нас так принято, еще с советских времен, выборы – это праздник. Кто бы нас не критиковал, люди приходят на выборы, они привыкли к тому, что где-то буфет, музыка играет и так далее. И, естественно, это сфера ответственности, прежде всего, наших местных органов власти. Что касается провокаций информационных, политических и прочих, возможно, они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться. Ах, у нас общество такое, эти отмороженные самые, они сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам, органам власти, на местах. Надо исходить из лучшего варианта. Будет лучше, но и хорошо. Мы будем вас регулярно, губернатору, информировать о ситуации. Наиболее опасные, если будут тенденции в обществе, мы также вас будем ориентировать. Но попытки раскачать ситуацию, некоторые говорят, вот они к 30-му году там готовится этот год. Вот понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Но об этом Иван Станиславович сегодня скажет. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Ну, думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это. Но должны понимать, что просто так говорить в средствах массовой информации, время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к критикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия. Общество вроде бы у нас едино. Экономика демонстрирует неплохие результаты. Но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Непростая пятилетка. И может быть даже следующий год. Потому что, ну вот, я всегда пытаюсь уберечь общество от каких-то разговоров про санкции. Но их же никто не отменял. Они все больше и больше нас душили. Россию заодно и нас. Чтобы Россия через Беларусь не обошла эти санкции. Основной тезис. И, конечно, эти санкции так или иначе влияют на экономику. Да, мы логистику выстроили. Мы нашли в основном пути поставки наших товаров и так далее. Но цена выросла. Этих логистических поставок и прочее. Поэтому предприятия гораздо были бы богаче, если бы не было этих препон. Но из этого будем находить соответствующие выходы. Главное, чтобы мы были организованы. Мы уже вот Владимиром Спановичем в Гродненской области на эту тему говорили. Но это Гродненская область. Я прошу не забывать, что это лучшая область. Таких проблем в квадрате хватает и у других. Особенно в восточных наших областях. На это тоже надо обращать внимание. Поэтому главным действующим лицом, как всегда в этот период, у нас является руководитель ЦИК. Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо кричать и бежать впереди паровоза. Нам в этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы. Но все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держит. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу. Продолжение следует...